Добрый вечер, дорогие телезрители. Четверг, 18.15, в эфире национального телевидения, программа «Один из нас», которую вот уже много-много лет, не счесть даже сколько, веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И буквально в эти дни, вчера и сегодня, в нашем северном крае с большой внушительной федеральной делегацией находится Юрий Петрович Трутнев, и немалая часть была посвящена аспектам «Умного города». Напомню, что «Умный город» — это не только, скажем, безопасный, весь такой оцифрованный и так далее. «Умный город» — это еще и энергоэффективный, что актуально в условиях нашего региона, более чем актуально. И два года тому назад, вот, ваш покорный слуга, вернее, в лице Владимира Владимировича, ваш покорный слуга получил премию от рук руководителя, как сказать, межведомственной комиссии по энергосбережению, Дмитрия Пескова, пресс-секретаря руководителя нашей страны. Есть такое дело, то есть мы продолжаем, продолжаем вот ту линию на культивирование основ энергозбережений среди населения. И товарищи сегодня, ну, видимо, в духе вот участия в мероприятиях с участием высших министров строительства здесь, да, Юрий Петрович Трутнев, ну, настроились на слегка такой официальный лад, но я их немножко, немножко обломаю. Давайте мы поговорим сегодня о том, вообще, как ломать сознание людей, как, ну, не то чтобы насилие, да, а как им внушить, что привычное не всегда есть хорошее. Да, у сознания людей есть такое, что базальт вреден, что полистирол выделяет кучу там всего и так далее, что у нас доходы населения не позволяют вставить окна там толщиной энное количество миллиметров и так далее. Но, тем не менее, когда вот мы начинали все это движение наряду с другими участниками, очень много ребят, которые сезонно работают на деревянном строительстве, они были очень категорически против. Говорили, Владимир Владимирович, Дмитрий Васильевич, вы оставляете нас без работы. Дело в том, что в эти дни, в конце ноября, 10 лет федеральному закону номер 261 об ресурсоэнергосбережения. Так это называется, да, Наталья Полутовна? Да. Да. А наша республика, как всегда, оказалась впереди федерального РСАК, слегка так обогнала, и буквально за два года до того включила свои нормативные акты об энергосбережении. Потому что, ну, еще раз говорю, при таком отношении, когда мы на 70% отапливаем тундру, это по экономике наносит огромный ущерб. Вот. И у нас было региональное агентство по ресурсоэнергосбережению, и сейчас оно преобразовано в некий центр по как раз реформации, да? Да. Сегодня бывшее региональное агентство по энергоресурсоэнергосбережению сегодня расширило свои функции, и ныне называется Центр развития ЖКХ и повышение энергоэффективности. Значит, также тип поменялся с бюджетного на автономное учреждение, и буквально это случилось вот в августе месяце. Поэтому мы сегодня, отмечая вот десятилетие принятия федерального закона об энергосбережении, также должны сказать, какая работа была проведена за все это время. Десять лет — это, с одной стороны, большой срок, но, с другой стороны, для вот такого большого движения, тем более, что вы затронули действительно такие вещи, как базовые вещи, как подсознание, культура, воспитание, да, вот такие вещи быстро, конечно, ну, не поддаются преобразованию. И, тем не менее, мы сегодня готовы назвать несколько цифр. Это, значит, все-таки инициатива республики, как вы правильно отметили, да, она на сегодняшний день отмечена на всех уровнях. Мы ведем статистику более 80 нормативных актов только на региональном уровне мы приняли, да, но, тем не менее, не можем сказать, что сегодня политика энергосбережения, она настолько популярна, насколько можно было бы ожидать. Тем, какая сегодня ситуация? Мы действительно по Российской Федерации занимаем первые строчки по заключению энергосервисных контрактов, но в основном это бюджетная сфера, да, учреждение бюджетной сферы, поэтому там механизм как бы отлажен, и мы на сегодняшний день находимся в стадии, когда нужно двигаться дальше, имея, значит, порядка 300 заключенных энергосервисных договоров по республике, да, по республике, и с охватом более 500 объектов, да, мы получаем на сегодняшний день, ну, накопленный эффект порядка миллиарда 300 рублей. Это за 10 лет? За все, да, за все годы, соответственно, более чем, ну, такие цифры, которые говорят о том, что, правильно, в наших условиях экономику надо считать. Поэтому, понимая, какие затраты мы несем, сегодня знаем, что население пользуется льготными тарифами, да, часть из них субсидируется из бюджета. А они ведь до сих пор этого не понимают, население. Да, на сегодняшний день в платежных документах у населения указываются льготные тарифы, поэтому действительно у нас население не полностью информировано о том, что платится только часть, вот, в зависимости от стоимости услуг платится только часть, значит, в городах это побольше, например, в городе Якутске это порядка 70% человек сам оплачивается, 30% платит за него бюджет. Там, где у нас высокая стоимость ресурсов, соответственно, тариф очень высокий, ну, экономически обоснованный, да, такой, реальные затраты ресурсоснабжающих организаций, они возмещаются от населения, буквально начиная от 5%, ну, там, где очень дорогие, там, нефти, да, на северах, в Арктике, там, где жидкое топливо у нас, нефтяное, да, которое, кстати, в прошлом году резко подорожало, в зависимости, там, от цен на бирже, да, мы, к сожалению, данный вопрос также сегодня, пока на стадии проработки, эти затраты тоже пока республика и предприятия несут на себе, но, к сожалению, реалии сегодня таковы, что мы вынуждены только признавать эти расходы, но дальше, значит, принимать меры по снижению этих расходов нам необходимо, ну, вот, буквально, вот, в ближайшее время. А каков потенциал вообще республики в плаву? Вот, вы говорите, за 10 лет мы сэкономили миллиард с чем-то, да? А мы можем окупить, к примеру, строительство того же Арктического центра более форсированно, применяя те же методы энергосбережения. К примеру, ну, каков потенциал вообще энергосбережения? Потенциал мы видим в том, что, вот, жилищный фонд, мы начали говорить о жилищном фонде, мы считаем, что большой потенциал в жилищном фонде, да, мы прорабатывали тоже проекты законодательных инициатив, федеральные, да, законы, поскольку по жилищному фонду вообще, вот, по Российской Федерации тоже, ну, нету вот такого вот большого сдвига, это все происходит в рамках, там, ТСЖ, да, каких-то вот, ну, точечных решений, которые сегодня формируют, генерируют сами, вот, те, либо управляющие организации, которые, ну, в этом, как бы, профессионально работают, да, либо, действительно, это воля собственников в лице, там, товарищей собственников жилья, но массово это вот пока еще, к сожалению, еще не превратилось. И потенциал мы видим, поскольку тот же жилищный фонд, который сегодня, мы сказали, да, отапливается и субсидируется, там, вот, большой потенциал там есть, но, поскольку мы говорим, что должен быть баланс между потреблением и, значит, поставкой ресурсов, мы должны говорить о том, что, о комплексе. Мы уже пришли к мнению, что сегодня только комплексный энергосервис приведет вот к получению такой экономической эффективности, когда на территории все буквально задействованы, да, все объекты, все потребители и, в том числе, и объекты генерации, то есть котельные, тепловые сети, те, которые нуждаются сегодня в больших инвестициях. И мы, кстати, вот, понимая, что потенциал у нас, с одной стороны, есть, с другой стороны, есть огромная потребность в инвестициях, мы сегодня в энергосервисе, именно, да, вот в рамках закона 261 ФСЗ, мы видим, что привлечение именно вот таких инвестиций в небюджет, в небюджетного источника, это как раз тот механизм, который бы нам помог реализовать вот это. И он реально, и он имеет из 300 энергосервисных контрактов, Владимир Владимирович, в вашем портфеле сколько? В нашем портфеле на сегодняшний день более 160 объектов. То есть более 50%, да? Ну, если 300, то да, более 50% на сегодняшний день. Из них 30 объектов уже завершены в 2016 году. На сегодняшний день еще действует несколько контрактов, в том числе и в Уселданском районе, в Намском районе, в Горном районе, в Татинском районе. Ну, здесь, как вы, сейчас вы спрашивали потенциал, да, насколько. Наша компания с 2011 года работает. На сегодняшний день мы уже набрали тот неоценимый большой опыт, да, где на сегодняшний день вот в части Уселданском районе и в Намском районе, где последние энергосервисные контракты мы успешно реализуем, там у нас экономия получается больше 50%. Поэтому здесь, планируя на дальнейшую перспективу будущих объектов, мы с Центром развития ЖКХ, с Министерством ЖКХ, мы вот обследовали документально очень много объектов по республике, и там потенциал, как нам кажется, больше 50%. Это, ну, по меньшей мере, 30% от всех объектов, где можно достичь экономии в 50 и более процентов. Это большой потенциал, мы считаем. И очень огромный потенциал, вот, как сказала Наталья Полтоновна, да, это в жилфонде, но в жилфонде есть вот на сегодняшний день некоторые барьеры, по которым частные инвесторы не могут заключать энергосервисный контракт. Ну, часть 30% или 5%, например, собственник оплачивает. Мы можем на сегодняшний день претендовать только вот на эту часть. На сегодняшний день порядок, ну, федеральное законодательство, региональное законодательство пока не готово, вот, 70 или 85%, 95% субсидируемой части, да, оплачивать энергосервисные компании. Вот на сегодняшний день вот такие есть барьеры для того, чтобы энергосервисные контракты были успешно реализованы в бюджетной сфере, ну, в жилфонде. В жилфонде. О жилфонде мы поговорим во второй части сразу после небольшого перерыва, но здесь хотелось бы задать еще небольшую установку, еще раз говорю. У нас прежде всего мешает наше консервативное мышление, которое зиждется, конечно же, в сельских поселениях. Увидимся ровно через одну минуту. В эти почти что декабрьские дни, в конце ноября, мы говорим опять, в очередной раз, и будем говорить до тех пор, пока у людей, еще раз говорим, не поменяют сознание, они не начнут всерьез говорить об энергосбережении, как о поводе, чтобы сохранить свой кошелек. Мы остановились на том, что собственников жилого фонда очень трудно уговорить на элементарные мероприятия, очень трудно уговорить. Есть собственный горький опыт. Владимир Владимирович подскажет, что это именно так. Когда дело касается, допустим, о модернизации существующего оборудования, которое пока отвечает стандартам вчерашнего дня, довести до ума, подготовить к 2024 году, собственники предпочитают получать по 2000 перерасчета на собственные лицевые счета. Ради бога, это их выбор, но еще раз говорю, если воспарить над ситуацией более глобальной стратегической мысли, таким макаром мы, извиняюсь, в том слове, которое начинается на букву «Ж», останемся еще очень долгое время. В третьей части я предлагаю все-таки нашим участникам сгенерировать те мероприятия, которые бы помогли нам. Я вот сходу, поскольку я, ну, как представитель застройщика и так далее, предлагаю для застройщиков и частных, и, скажем так, крупных, то есть жилого фонда, сделать определенный, ну, республиканский конкурс на лучшие, скажем так, энергоэффективные мероприятия. Для участников, там, не знаю, договориться с теми же поставщиками ресурсов и так далее, сделать какой-то годовой абонемент, то есть автор, допустим, лучшего энергоэффективного дома, частного, получает, допустим, год газа бесплатно. К примеру, я на самом деле не говорю какие-то страшные вещи, потому что и тот же поставщики ресурсов, да, они готовы упорядочить, они вот в этом хаосе жить, и у кого там потребление 18 кубов, у кого в 10 раз меньше, да, почему это нельзя, можно будет сделать? Любые формы популяризации мы вот сегодня намерены, да, и любые идеи, которые будут полезны в этом смысле, мы, конечно, готовы координировать, накапливать их, консолидировать, и, соответственно, их в широкие массы. Вот правильно Любовь Иннокентьевна говорит, и вообще вот с населением, сегодня осталось работать с населением. В принципе, органы власти, там, бюджетные учреждения, они уже в теме. Даже поставщики, говорили, все-таки? Да, даже поставщики, они поняли это, да, они в теме, поэтому они все это самостоятельно, в принципе, уже внедряют. Действительно, основная боль, как говорится, у нас сегодня остается, особенно в многоквартирных домах, это жильцы многоквартирных домов, собственники, ну, частный жилфонд, наверное, меньше, потому что все-таки частник, он сам себе устраивает, да, хозяин, он чувствует эту экономию, собственно, ему технологии, вот мы ему должны, наверное, дать технологии доступные, да, ведь сегодня понятие энергосбережения, это же принятие целого ряда мероприятий, это же слово-то одно, а на самом деле это масса таких мер, которые касаются организационных, технических, технологических, правовых, вот всяких разных финансовых, да, мероприятий, которые в конце концов дадут эффект в виде того, что объемы ресурсов будут сокращаться, а полезный эффект должен сохраняться. Вот в этом главная ценность того, что мы должны бережливо относиться, ведь это еще и экология наша, вот много же сегодня мы говорим и об экологии, а о том, что наши ресурсы имеют свойство заканчиваться, поэтому как бы мы вокруг, вот опять же тема новая, твердые коммунальные отходы, да, ведь очень много сфер, где сегодня можно было бы подойти просто бережливо, и соответственно тогда мы могли бы действительно получить не только экономию ради экономии, и которая вот как распределяется, да, там, среди выгодоприобретателей, а именно увидеть этот эффект, что эти средства будут направлены на иные цели, на дальнейшее развитие. Вот вы упомянули в начале, что сегодня, завтра проходит форум по умному городу, и мы сегодня очень тесно связаны, говоря об энергосбережении, мы тесно связаны теперь с цифровой уже экономикой, с цифровой трансформацией. Вот мы говорим о приборах учета, и сегодня они должны быть умными, да, сегодня уже технологии, вот я участвую вот на этом форуме, и вижу, какие сегодня решения уже имеются на рынке, да, те технологии, которые доступны даже вот в наших условиях, и мы намерены это все привлекать и внедрять в республику. На самом деле эти решения сегодня говорят о чем? Что все думали, пока не внедрили вот цифровые технологии, все думали, что проблема в том-то и в том-то, когда все поставили на учет, оказывается, что на самом деле немножко картина, даже не немножко, она совсем в другой плоскости находится. И когда вот это становится все прозрачно, и когда мы это все видим и понимаем, то и проблемы решаются быстрее. Вот, и хотелось бы, что пожелать, да, действительно с десятилетним юбилеем, понимая, что Центр развития ЖКХ и энергоэффективности, он подведомственное учреждение Министерства ЖКХ энергетики республики, которое отвечает в целом, да, за уже цифровую трансформацию и в отрасли ЖКХ. Соответственно, мы видим задачу, да, в консолидации и координации действий всех участников, потому что только так мы сможем решить вот эту большую проблему. Очень много участников, очень много заинтересованных лиц, и законодательство до сих пор у нас еще, да, есть барьеры, которые мы должны решить вот у себя и на республиканском уровне. И если получится, конечно, это войдет, наверное, в федеральные инициативы. В федеральный актив, актив федеральных инициатив. Как представитель застройщика, да, ну, не секрет, а выгодно ли застройщикам сейчас строить более теплые, более качественные, более энергоэффективные дома? Ну, напрямую, конечно, это ощущать эту выгоду невозможно. Невозможно, это все приходит опосредованно. Это повышает конкурентоспособность в итоге строящегося жилья, да. Человек, ну, понятно, ищет, где лучше, рыба, где глубже, да. Когда мы приобретаем квартиру, конечно, мы мониторим. Есть ли жалобы, да, у застройщика уже введенном жилье, как он строит, качественно или нет. Я вот завтра тоже презентую проект нашего квартала. Мы из всего перечня умного города, рекомендуемого перечня, да, реализовали четыре системы. Это система освещения уличного, умного, где стоят у нас датчики движения, фотоэлементы, где-то таймеры времени. То есть у нас освещение, оно такое комбинированное очень, да. Включается по необходимости. По необходимости где-то. Где-то в зависимости от того, когда темнеет, где-то вот по времени выставлено, когда наибольшее количество людей в этом месте, да. Плюс реализовали мы систему безопасности, это система видеокамер, да. Все полностью, 11 домов оприборены все. И это, конечно, сейчас уже, когда они все введены, и когда люди живут, вот этот эффект, как экономический, так и для людей, он ощутим. И, например, экономия по освещению, она доходит до 75%, потому что стоят везде энергосберегающие лампы светодиодные, они очень, ну, малозатратные. И, конечно, люди-то, может, напрямую, они что чувствуют? Они чувствуют комфорт. Проживание у них светло, чисто там, безопасно и так далее, тепло. А что чувствует управляющая компания? Она, это все в деньгах. В тот норматив, который установлен на общедомовые нужды, при том, что там многообразие энергопотребляющего оборудования, управляющая компания вписывается. То есть убытков там нет, это однозначно. Есть небольшие деньги, которые тут же вкладываются на обновление этих же приборов, у чего-то там видеодомофоны стоят. Ну, то есть многоступенчатая такая, это же все надо обслуживать, да, система. Вот. Для застройщика в чем выгода, в первую очередь, это конкурентоспособность. То есть люди желают покупать в таком умном квартале квартиры. Ну, это вот все как-то взаимосвязано между собой. И вот возвращаясь к вопросу о том, как воспитывать, да, мне кажется, все-таки у нас хромает этап школьного образования. Вот, по-моему, в прошлом году в Москве проводили такое тестирование среди школьников 11 класса, когда предложили простую задачку. Вот есть начальное показание прибора учета по электрической энергии, вот конечные, рассчитайте, вот тариф, рассчитайте, сколько будет платеж. И 70% детей не справились с этой простой задачкой, потому что они вообще понятия не имеют, что это такое. Что такое прибор учета, как вообще показания снимать, как, ну вот, не хватает нашим детям как раз, мне кажется, вот такого глубокого знания АЗОВ энергоэффективности. Ну и, конечно, личный пример. Если мы сами с вами изменимся, то и дети наши изменятся, и уже придет поколение более продвинутое, и это станет модным, и трендом. Или дети изменят родителей. Да, или дети изменят родителей, да. Что, скорее всего, да, потому что, ну, согласитесь, что бабушки, которые диспетчеризованным счетчиком, в принципе, они начали пользоваться. Вот есть, думаю, смартфончик, в котором есть программа «Управдом» вашей разработки, да? Вашей разработки. Да. И прошлогодние тоже на Кларе Цескин тоже были, в принципе. Нормальные люди пользуются, вне зависимости от возраста. То есть, если это, реально, еще раз говорю, бьет вот посуда по собственному карману, воленц-неволенц придется у нас все-таки меняться, мыслить по-современному. Вот она прежде всего. Поэтому, насколько бы жестким не были планы руководства страны вот по внедрению, скажем, элементов умного города, в том числе и абсолютно новых типов счетчиков приборов учета, да, я, в принципе, поддерживаю. Потому что без этого, ну, никак. Вот у нас система, заметили, когда пристегиваться начали, только когда массово пошли штраф по 500 рублей. Два года потребовало, чтобы 80% водителей пристегиваться начали. Два года. Дмитрий, я бы хотела немного в защиту нашего населения сказать, потому что оно у нас на самом деле очень технологичное. Вот где вот буквально мы услышали, да, что потребность в интернете, да, вот когда мы разговариваем про цифровую экономику, именно в республике Саха-Якутия потребность именно в интернете, в мобильном интернете, вот, потому что очень высокий процент, да, доли нашего населения имеет эти смартфоны. Я согласен, что любая бабушка у нас сидит в WhatsApp и так далее, и я еще раз говорю, любая бабушка даже 70-80 лет сможет посмотреть свои показания счетчиков на смартфоне. Я гарантирую. И давайте мы, те, которые еще пока не бабушки, не дедушки, да, показывать пример, массово переходить вот на более, скажем так, продвинутые системы учета. И лет через 10, уже в 20-летие закона об энергосбережении, мы совершенно другой динамикой по экономике встретим. Увидимся ровно через неделю. Амплуа такое у меня провокативное, провокационное, да, но опять же вернусь к различного рода, не то чтобы хайпом, но мой хороший друг, народный депутат республики Павел Ксенофонтов, недавно, но обозримым будущим заявил, что видит республику без такого учреждения, как Губжиха. Не берусь оспаривать доводы народного депутата Павла Валерьевича, но есть наглядные примеры в муниципальных районах, когда вовлечение инвесторов, сторонних инвесторов, вовлечение современных энергоэффективных технологий, да, оно дает, ну, реально хорошую экономию. Мы говорили о Намском прорыве, мы говорим сейчас о хорошей динамике по экономике в Уссалданском, у Луси. Алексей Васильевич, ну, вы как руководитель муниципалитета, да, как одного из крупнейших муниципалитетов сельского, как вы видите, вот, как градируются современные технологии и традиционный уклад? Я считаю, что в первую очередь здесь люди, особенно на селе, приходят к какому-то решению, исходя из своего собственного опыта и ведения. Я считаю, что в Уссалданском районе именно по части бюджетных организаций у нас это понимание есть, потому что сейчас даже мы, имея контракты, дальше уже не имеем возможности заключать, уже руководители бюджетных организаций выстроились в очередь, чтобы перейти на следующий, третий уже ступень контракта. Мы фактически на заре уже в становлении вот этого федерального закона начали совместную работу с энергосберегающими технологиями. С 2011 года ведется данная работа. Первый блок контракта был на 49 объектов с 2011 по 2016 год. И второй блок уже идет с 2017 года, уже там 71 объект у нас. Всего свыше 100 объектов получается? Всего около 120 объектов. И общая динамика экономики вообще идет прямо на глазах. Допустим, если в первом контракте в основном средняя экономия шла от 20%, сейчас вот второй этап контракта идет уже в среднем уже минимум 52%. У нас уже даст единичный, но момент 82% объект дал экономии. Это в первую очередь, конечно, и компания начинает уже овладевать своими профессиональными качествами. Используются уже последние технологии, основные лучшие качественные моменты. И здесь даже хочу заметить, что по фасаду, мы рады, что компании идут нам навстречу, мы идем, чтобы облик поселка, они тоже архитектурный и дизайнерский облик тоже меняли. И мы рады, что и Ростереком, и энергоподвигающие технологии идут нам навстречу в этом вопросе. Ну а справедливости ради это не входит в их адресы по контракту, да? Да, прямо не входит. И в итоге, конечно, я хочу отметить, что прямо сейчас как такой бюджет мы не получаем экономию. У нас есть контракт, есть исполнители контракта, они за свой счет фактически весь дом заново утепляют, то есть кровлю, фасад, все окна, если необходимы двери, полы. И мы за эти годы, вот у нас контракт на 7 лет, сейчас люди вложились и получают только из сэкономленных средств. А в итоге, если по окончанию контракта мы уже как район получим энергоэффективное здание, и плюс уже бюджет реально будет получать вот ту экономию, которая будет исходить из этого. И будем тогда иметь возможность уже включаться в другие проекты, подготовку проектов, прохождение экспертизы. Тем более сейчас в новых федеральных программах, нас в проектах наличие проекта с утвержденной экспертизой это обязательные требования. И самое главное, вот именно сами наши руководители бюджетных организаций уже в очи видят, работают. Во-первых, вы были правы, конечно, были разные моменты, разговоры. И действительно, вот с жилфондом, как я не знаю, но здесь все-таки как-то руководство и с бюджетными организациями мы постоянно вели разговоры, беседы. Алексей Васильевич, давайте попробуем, давайте превратимся в обычного гражданина, не руководителя, в обычного гражданина. Вот сельчанам вы бы порекомендовали, у вас же и частное строительство очень хорошо, хорошую динамику показывает, да? Да. Вы бы порекомендовали просто как человек, который прикоснулся своими глазами, увидел, посчитал экономику, да? Рекомендовать современные технологии по энергосбережению? Да, безусловно. От этого село только выиграет? Вы правильно говорите, что все-таки мы должны в себе сделать какой-то шаг, переломить в первый раз. Бывает же так, кто-то первый, если построит, люди будут к нему ходить, смотреть, руками потрогают, год-два подождут. Ну, сельский мужик, он рачительный человек. А если все будет хорошо, то уже и подталкивать не надо будет, я так думаю. Да, я еще одну очень большую такую социальную точку напряжения вижу в этом вопросе, что пока идет у нас массовое строительство из сурового бруса и тому подобных материалов, да, у нас люди всегда будут жаловаться на высокую стоимость газа. Хотя, на самом деле, ну, я, вы тут все специалисты, стоимость газа от поставщика у нас, в принципе, ну, среднее по, скажем, по Дальнему Востоку, да, и только применив вот эти современные наработки, современные технологии, человек, ну, будет комфортно себя чувствовать и при меньшем расходе энергоносителей, и при комфортных условиях дома. Ну, как вот эта вот житейская картина, ходить дома в шортах, да, и майке, это всегда было, ну, мечтой такой в наших северных краях, конечно, за окном 50 градусов. Я бы, Любовь Иннокентьевна, человек с очень большим опытом, да, у нас, ну, и Владимир Владимирович тоже, у нас же вот правительство готовит сюрпризы с сюрпризом, да, ну, для населения. Не секрет, что в планах руководства правительства России к 2024 году, ну, энергосбережение, это прежде всего учет. Вот у нас стоят допотопные счетчики, там, и так далее, и так далее, и планируется к 2024 году перейти полностью на современный тип счетчиков, которые, ну, да, умные счетчики, которые будут интегрированы в общую систему ресурсосбережения. Как вы видите вот этот момент? У вас есть и в качестве руководителя одной из компаний-застройщиков, управляющей компанией? Если взять в целом город, да, то меня вот, например, очень удивляет такая цифра, как 15% у нас квартир вообще неоприборены. То есть люди сейчас спокойно переплачивают в полтора раза больше. По нормативу. По нормативу. Норматив сам, вот, среднее потребление где-то 3,5. Это холодное и горячее, да, на человека в целом, если есть прибор учета, а по нормативу это в 2,5 раза больше. Да к этим 2,5 еще прибавляется полтора коэффициент повышающий. Это примерно где-то на семью из трех человек это 1000 рублей в месяц. То есть получается у нас две категории людей, которые считают копеечку, да, и для них энергоэффективность это вот как раз деньги. И вторая категория это идеология. То есть если бы у нас вот в массовом порядке все время нам говорили о том, что энергосбережение это модно, это вот в тренде, тогда я думаю вторая бы половина тоже присоединилась. Но вот этот процент, 15% это за десятилетний период работы нашего закона это все-таки многовато. Поэтому государство, конечно, пришло к тому, что надо это делать законодательно и в обязательном порядке. Принудительно. Принудительно, да. Потому что добровольно не дождались, как говорится. И начинается это все с энергетики. Хотя там на самом деле процент установки, вот установленных приборов учета самый высокий. Больше-то проблема, конечно, на холодной и горячей воде. Ну, может быть, в силу того, что она не такая дорогая, да, вода холодная у нас и ресурсов у нас много. Вот наша еще психология такая, что море разливанное вроде у нас, да, поэтому лей не хочу. Но я думаю, что закон этот очень правильный. Вот и практика-то показывает. Там, где стоит дистанционный съем, как правило, баланс сходится. То есть, каким образом платеж формируется, это общедомовые нужды, да, которые платят по нормативу населения и индивидуальное потребление. И когда общий прибор учета, который стоит на доме, показывает сумму всех индивидуальных плюс общедомовые нужды, то есть управляющая компания тогда не несет никаких убытков. И те деньги, которые сэкономлены на общедомовые нужды, они идут как раз снова вот на мероприятия по энергосбережению. Ну, и в частности, и повышающий коэффициент, конечно, для управляющей компании, это тоже плюс, это те деньги, которые позволяют и ставить приборы учета, и делать какие-то мероприятия, там, частотные преобразователи и так далее. То есть, ну, управляющих компаний очень много, как и у застройщика, всяких разных вариантов, чтобы сэкономить потом, в дальнейшем, свои затраты при управлении. Ну, вот проблема все-таки, конечно, сейчас, мне кажется, в том, чтобы переломить эту психологию, чтобы научить людей экономить, чтобы это стало трендом, чтобы это было модно. Вот у нас просто так вот считается, что это некрасиво как-то копейки считать, да, вроде, ну, подсчитывать что-то, вот, экономить. Ну, мы же не все, не такие богатые, чтобы не считать копейки. Да, в том, что мы, вот, не такие богатые, но как-то вот вроде нам стыдно. Поэтому, мне кажется, вот очень важно отметить этот десятилетний юбилей и, ну, пожелание, конечно, к новой вот структуре, которую Наталья Платоновна возглавляет, чтобы прямо вот какое-то, не знаю, массовое такое агитационное было, ну, удар, не знаю, как это назвать, да, но прямо по всем фронтам, чтобы до людей донести, что наши ресурсы, они в конце концов имеют такую особенность, да, кончаться, и что все взаимосвязано, будем экономить мы, будет экономить и республика, и государство в целом, и население, в первую очередь, в первую очередь население. Вот товарищ, который с краю сидит, Владимир Владимирович, которого зовут, он года три тому назад сказал, я ни за что не зайду ни в какие энергосервисы в жилом фонде. Было у него такое утверждение? И сейчас он говорит, что есть вот эти нормативные препоны. Мало того, что препоны, ладно, самое главное, это, конечно, нежелание объединиться с собственников. Собственников объединить очень сложно. У нас вот действуют как люди, когда какая-то проблема такая, ну, глобально, они объединяются широким фронтом, идут решать, например, если протечки там, ну, что-то холодно в доме и так далее. А когда это вот неосезаемая вроде экономия, да, когда она опосредованная, она же не касается вот прямо конкретно каждого, да, не в платежном документе, ну, что я имею в виду энергосервисный контракт, это касается общей экономии. По целому дому, которая потом пойдет на этот же дом, да, она же не распределится потом по платежным документам, она где-то саккумулируется и на другие мероприятия, да, пойдет вот как раз, вот в этом случае собственников очень сложно объединить. Им проще перерасчет получить? Проще, да. Проще перерасчет получить? Чем работать на будущее, действовать, там, объединяться, как-то копирироваться и мыслить масштаб. Мы живем одним днем, к сожалению. И вчерашним, к сожалению. Вчерашним, да, да. Опять же, сразу после короткой паузы мы попробуем сгенерировать в помощь, может быть, новой организации, которую представляет Наталья Платоновна, вот те мероприятия, которые помогут все-таки людям переломить свое сознание. Увидимся.